Мы исполнили мечту Рома. Неподдельная гордость. Вот что чувствовали эти дети, когда осенью этого года впервые исполнили желание маленького онкопациента. Для своего сверстника они тогда превратились в добрых волшебников. Сегодня чувства прежние, только стараются юные артисты уже для всех малышей отделения. Мир загадочный, огромный. Посмотри, какой он добрый. В добрый мир маленьких онкопациентов, которые, несмотря на болезнь, остаются обычными детьми, здесь приводят и взрослых. Наши помощники начали с родителей. Им малыши рассказывают об итогах специального благотворительного проекта «Дорогами добра» и уже рассуждают о взаимопомощи. Она у меня тут вчера, по-моему, спрашивает однокоренные слова, слово «милосердие». Какое еще это слово спрашивала? Благотворительность, да? Ребенок переживает, пытается как-то заботиться. Больше добрых слов. Надо помогать. Воспитатели делятся. В начале проекта дети с трудом представляли, как самостоятельно они могут помочь окружающим. Теперь же, говорят, знают точно. Я представлю, что я во дворе иду и вижу мальчика, который платье. У него нога болит, а костоножки нет. Я подхожу, а ты что платье? Он говорит, я хочу покачаться. Опирайся на мое плечо, я тебя доведу до качели. Этот концерт уже четвертое мероприятие в рамках благотворительного проекта. Первым делом в детском саду объявили сбор макулатуры. Тогда малыши вместе с родителями нагрузили целую машину ненужных бумаг. На эти деньги купили подарки для каждого пациента онкоделения. Средства собирают вновь, ведь впереди Новый год, и ни один ребенок не должен оставаться без сюрприза. Анастасия Драган, Николай Шелком. Наши новости.